Музыка География Мурской области, она очень обширная То есть от Архаридского до Тында почти 1400 километров Конечно, нужно же понимать, что те люди, которые сегодня работают в открытом правительстве Обязательно только министры замы или руководители отделов, выезжающих Терномобильные все-таки было там условно Выходили в северную часть области, отработали, комплексно вернулись Когда мы общаемся с людьми, единственная просьба, это, конечно, работать на прием Может быть, сразу в аудитории содержание проблемы и пути его решения мы не обозначим По крайней мере, кто, кто ее будет заниматься и тематики, чего она касается Это первое обязательство для того, чтобы максимум взять информацию И потом уже коллеги, министры начинают раскладывать эту ситуацию Добрый вечер всем присутствующим Мы продолжаем работу открытого правительства Это когда все представители разных ведомств Министерства приезжают на территорию, поднимают вопросы, которые есть Понятно, не на все вопросы можно сразу дать ответ Или решить их в кратком промежутке времени, которые копились десятилетиями Но, по крайней мере, каждое ведомство должно знать о той проблематике Которая влияет на жизнь в определенном районе или городе Для того, чтобы, находясь вдалеке этого района, в кабинетах в правительстве, в министерстве Знать об этой проблеме, своевременно принимать участие в их решении Конечно, самое главное, публично получая поручения Они также публично их снимают с контроля И поверьте мне, у многих это не получается Потому что на бумаге написать одно Когда в присутствии людей, которые задавали эти вопросы, снимают министры с контроля Не у всех это получается Потому что иногда информация не соответствует действительности Для нас это очень важно, чтобы не было самообмана Ну и, конечно, в рамках работы открытого правительства Мы посещаем те объекты и, оценивая эти объекты, оценивая их стройку Мы понимаем, насколько мы движемся в перспективу развития области Это линейный пункт управления газопроводом Задача данного пункта управления Это безопасная и максимально комфортная транспортировка газа По магистральному газопроводу на заданном участке Это большой, так сказать, город, который будет состоять из 93 подобъектов 250 человек, обслуживающих персонал здесь будет находиться Здесь будет все Все, что только можно представить для производства Все будет находиться Как для комфортного проживания, так и для комфортной работы Насколько это очень важно, когда одно решение может изменить судьбу не только человека Судьбу целого региона Когда мы сегодня видим, что на территории Мурской области После решения двух лидеров Владимира Владимировича Синьцзиньпиня Договорились строить газопровод силы Сибири Для нас мы видим о том, что сегодня это повысилось Налоговая база, сейчас главой Сковородинского района разговаривал Плюс 15 миллионов рублей только от НДФЛ Строят 10-12% рабочих на этой стройке сегодня, в которой мы находимся Это наши жители Сковородино и Невера Это будущий здесь спортивный объект Это будущие люди, которые приедутся в Мурской области и будут здесь трудиться Что у вас наказки на адреса? С уважением к работе от губернатора Амурской области Где вы это заполучили? Я сказал, что построим Раз заполучили автограф, значит построим за полтора года Нахождение в поездке до самой территории Оно крадет большое количество времени И это нельзя не учитывать при планировании своего рабочего графика Потому что времени, оказывается, в году не так много на все происходящее процессы Если ты реально хочешь управлять процессами Мы январь посвятили полной защите министерству И каждое министерство рассказывает о своих показателях, которые, как матрешка, в виде итогов Формировались показатели на территориях И вот из тех минусовых показателей Можно было сделать вывод, где нужно приводить приоритеты Потому что КХ тут понятно, Север То есть такая, скажем так, обостренная точка с точки зрения ответственности Температурного режима И требований населения Потому что, допустим, в Сковородино На протяжении нескольких лет добились наконец того, что сегодня люди Сказали на встрече о том, что надо награждать коммунальщиков В Новоморской области у нас более полусотни братских могил партизан Напомню, 66 человек похоронено В том числе и первый представитель Рухловского поселкового совета Очень приятно находиться с вами С теми людьми, которые помнят свою историю И все делают для того, чтобы другие ее не забывали Потому что тот народ, который помнит свое прошлое У него обязательно есть будущее История города Сковородино берет свое начало с основания поселка Змеиный Свое название поселок получил по названию одной из сопок На которой водилось очень много змей И когда поселок был уже обоснован, змеи, а это были гадюки Разновидность гадюки, щитомордники Не давали людям жизни Они заползали в жилище Они кусали детей Они тревожили взрослых И тогда в этом поселке нашелся один старец, мудрец Он взял свой посох, который по преданию обладал какой-то магической силой Поднялся на самую высокую точку в сопке змеиной Воткнул этот посох туда, произнес какое-то неведомое заклинание И со всего поселка в одну точку стали сползаться все змеи Змеи исчезли, исчез и старец Но перед тем, как произнести свое заклинание, старец сказал Змеи исчезнут, но ровно на сто лет Это было в 1908 году Правда или нет, мы не знаем Но ссор в том, что в 2008 году в городе Сковородино Снова было отмечено нашествие этих змей Один из мифов, легенда, связанная с прошлым области Далеким 1920 годом о том, что золото дальневосточной республики Ходится и потеряно где-то на севере Зейского района Зажатые партизанами Японцы, уходя с награбленным золотом Они оставляли, актировали, прятали там и уходили То есть где-то клад есть? Клад где-то есть в Зейском районе Вот какой клад у Сергея Михайловича и у главы района по развитию туризма Какой-то путь есть вообще в Зейском районе? Море здесь есть, турист едет Я не знаю, кто план, исторические моменты какие-то Вы министр, у вас стратегия Вы как раз должны сейчас оценить возможность пообщаться с инициативными людьми С главами, почему это не получается? Для того, чтобы дать предложение и сформировать его так Чтобы могли нужный кабинет дать проработанный Какой пункт изменить, в каком законе Для того, чтобы, условно, за запятой, за этой открылись ворота История снежного человека зародилась в Зейском заповеднике в сложные 90-е годы Это был 1992 год Когда к одному из молодых ученых заповедника в кабинет Зашли сотрудники отдела охраны и сказали Вот вы, ученые, здесь сидите А у нас там снежные люди по территории ходят Сергей Анатольевич попросил прикрыть следы рубероидом На следующий день он поедет на заезд и посмотрит на эти следы Он действительно увидел на обочине огромные следы Измерив их, он обнаружил, что длина самого отпечатка следа более 40 см И шаг, который сделал это существо Около 2 метров Как же все-таки появились эти следы И где они, скажем так, заканчивались Сергей Анатольевич не смог проверить Потому что ему было очень некогда Ему надо было на лыжах дойти до далекой лесной избушки Собственно, в одну из ночей, когда он впав в дрему Ему на какой-то момент почудилось, приснилось Что в избушку вошел снежный человек и сел погреться у печки Тем не менее, легенда родилась долгое время Она у нас была такой вот закрытой легендой А потом, когда у нас появился директором Сергей Юрьевич Игнатенко Ему этот анекдот очень понравился И он решил, ну почему бы не сделать из него вот такую сказку для туристов На самом деле, я могу сказать одно Если человек приходит на территорию Зейского заповедника с чистым сердцем И с искренним желанием сделать что-то хорошее, доброе Может быть для себя, может быть для своих близких Может быть еще для каких-то людей И это желание озвучивает или вот продумывает много раз мысленно Именно на территории заповедника, именно в горах Это желание обязательно сбывается У меня бабушка моя просила светофоры поставить Говорит, тяжело переходить улицу Стала на перекрестках Андрей Юрьевич, я сейчас на встрече Мне задают вопрос Я, чтобы его не пересказать Дам трубочку, вы послушайте внимательно И, может быть, это найдется решением И что-то можно сделать хорошо Скажите, пожалуйста, планируете ли вы в городе Дея поставить светофоры на перекресток? Вот конкретно, если вот хотя бы на ЗАГСе перекресток То есть у нас улицы на Светлом нету Тут просто как обозначение ЗАГС Да, потом Мухина-Шевченко Вот, если так, там тоже Да, Мухина-Шевченко Да Хорошо Хорошо Не оставьте свой контакт Я вам перезвоню Отчасти фрагмента ракеты Первой ракеты Крущевой Первой ракеты Поступили Которая вернулась на землю Которая упала у нас где-то в районе Да Из нее стоят вот такую монетку Вам, как жителям Зеи, я думаю, она Спасибо большое Прям очень приятно Спасибо Нам сыр сказать, нет? Давайте все вместе скажем сыр Давайте, ребята, углубнемся Сыр! Спасибо огромное Все, пока Спасибо, не будь за тебя Хорошо вам съездить завтра Ага, спасибо большое До свидания До свидания До свидания До свидания Ребята, подготовите Моя рука Спасибо Основные легенды нашего края Этнографические легенды Связаны с этносом нашего края С эвенками Эвенкийским народом Упоминание о городе Тинди Тинди относится к началу 20 века На фотографии представлено Как выглядела Тинда В начале 20 века 1916-17 год Вот с чем же связано название Тинда Тинда – это эвенкийское слово Восходит к эвенкийскому слову Тинде Освобождать, распрягать Здесь эвенки отдыхали Распрягали оленей Существует у эвенков легенда О том, что у старейшины рода Была дочь Красивая девушка Но не очень хозяйственная Звали ее Тинде Полюбила она охотника Который кочевал мимо их стойбища Но охотник, присмотревшись к Тинде Понял, что девушка красивая Но с такой в тайге не приживешь Потому что не очень хорошая хозяйка И охотник решил уйти А Тинде влюбилась в него Она шла за ним, кричала Ветер относил ее слова Не догнала Тинде и охотника И с горя бросилась с утеса в реку С тех пор эвенки назвали реку Тинда И населенный пункт, который возник на этой реке Сначала носил название Тиндинский А с 1975 года С времен уже стойки Столбама Статус города присвоен Город Тинда Протяженность Бама 3500 километров Порядка 3500 километров От Усть-Кута до Комсомольска на Амуре Построено было 9 тоннелей на Баме Построено было большое Огромное количество мостов И искусственных сооружений Легенды строителей о том Что большое количество радона Вызывало определенные Ну какие-то, можно сказать, галлюцинации Что ли у строителей Им казалось, что где-то стучат молотки внутри Как будто вот в этой горе, в которой они работали Какой-то звук есть Как будто кто-то там тоже работает И вот, ну это тоже своего рода было Как будто что-то такие Какие-то потусторонние силы или что-то Доля шутки тоже Вы как-то тоже внесите Это что немножко во всех легендах Немного что-то Доля чего-то мистического И немножко шуточного такого С юмором поэтому Чтобы не обиделись дорожники Не обиделись тоннельщики Работа тяжелая Люди придумывали какие-то интересные Тоже как-то старались себя Развлечь немножко Приездом в нашу землю Спасибо Андрей, я так понял Вы от Елены Ивановны Но и от себя Да, и от себя тоже Заинтересованное как бы Ну лицо Мы вместе живем Программа жилища Она идет То есть мы в прошлом году Почти 20 квартир переселили Вот я сейчас заезжал Ребята То есть кто переехал Проверил, посмотрел Хорошую квартиру Все в принципе нормально Предложение такое Евгений Петрович Признает ваш дом В котором вы сейчас живете В Вадиме Да, была комиссия В два днях И вы попадаете Под программу жилищ Благодарны Все Ну а ребята Как учимся в школе? Всяко скажи бывает Кто там хорошо Кто там не очень Ну и постоянно дерутся Тихо стенки не стирай Да, в школе Вот потому Двойки по замечанию Это наш маленький бульдог Красивый Красивая Ну все, мы полетели дальше Ну все, рады были вас видеть Ваша машина Наша Машина хорошая Чем вот она отличается от других Например Вон какая высокая Вот эта вот выезжающая Допустим Для пожилых людей Ступенечка Которая открываешь дверь Ступенька нижняя Выезжает Ну это Вроде такая мелочь А так Хорошо Это так Действительно Очень Мелочи же строятся Каждая территория Все таки имеет привязку К истории Возникновения этой территории Освоения Не особо ярко Это можно увидеть В северных территориях Конечно ее помнить надо И она должна лежать В основе будущих Побед Ну Смотрите камеру Телевизору показывают Прославимся Там смотрите Чтоб мы красиво вышли Субтитры сделал DimaTorzok